Всем привет, ребята. Сегодня с Настей пришли новости, просто мы в шоке, что происходит. Последние дни, с 14 сентября, шторм Борис затронул не только Германию, но и всю Европу. В Германии это Дрезден, по Европе это Польша, Австрия, Румыния, Чехия и Чехия. Эти страны очень серьезно пострадали, люди просто вынуждены покинуть свои дома, там ведутся спасательные операции. Ну то есть это вообще, это просто страх. Проливные настолько дожди сильные, что ну просто все плывет, все сносит, это просто страшно. Это очень страшно, это многие реки вышли из берегов, ну... Ну, можно беречь, это уже, я уже, которая разговаривала, это уже знак людей. Службы спасения везде работают, зон. А я где-то, знаешь, что я еще читала, я не помню, там где Сахара, вот где там, там я не скажу где точно, там уже все растет, там уже засухи нет. Просто природные катастрофы это тоже еще из-за действий человека. Последствия из-за действий человека. Ну вот, у меня в Дрездене наша же зрительница, я ей сегодня написала, она мне сейчас что-то скинула. Кошмар. Посмотрю, что она скинула. Так, я просмотрела, что она мне скинула, скинула она мне прямую трансляцию из города Дрезден. Написала привет, уровень воды почти 6 метров, прогнозируют завтра больше 6 и аларм штуфы 3. Но вроде не будет так страшно, как думали, у нас туман и моросит дождь, очень холодно, 14 градусов, завтра обещают 23. Вот это в Дрездене, да, она сама из Дрездена. Также же Польша, Австрия, Чехия и Румыния. Если я не ошибаюсь, про Румынию, по-моему, тоже читали. Да, 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 было, было, тоже читала. Кошмар. Я ошибочно стану. Вот, надо беречь природу, надо... Мусор, мусор, в первую очередь. Сохранять экологию, ну, я не знаю, вы видите, вот даже тот же кирмис. То есть, вы видите, что делают люди. Это малыша. В чем проблема донести до мусорного бака? В чем вообще проблема? То, что я показала, один забитый, ты один. Все остальные были пустые, мусорные баки. Просто все начинается с человека. Конечно, они пошли, пошли, пошли. Нужно оценить природу. Нормально вообще? Тут ищешь бычки, я никогда не выбрасываю сани бычки. Мы в руках держим, чтобы их куда-то донести. И мы ищем мусорный бак. Чтобы потом это все выкинуть куда-то. А лучше всего дома мой. Даже вчера со зрительницей же встретились. Она тоже курит. И мы курили, и поблизости вообще не было нигде мусорного бака. И она тоже, у нее отдельный пакетик какой-то был. И она просто туда же складывала свои бычки. Я перепутала, сказала, Сахара, говорю, пустыня какая-то. Я сейчас не скажу точно какая, просто я так уже еще днем числа, но уже забыла. И там сейчас пишут, да, если раньше там была пустыня, пустыня, то сейчас там говорят, что все уже растет, что через пару лет уже там даже леса будут. Меняется очень сильно климат. Так что тут, да, видишь, наводнение по Европе происходит. Это все непросто. Просто реально, когда уже люди начнут понимать, что надо защищать природу. Защищая природу, мы защищаем себя, свои дома, своих детей. Я не знаю, что случится. И так же даже не буду говорить, что в Украине происходит. Это очень-очень для земляков. Конечно. Для черноземных это очень плохо. Это такие последствия, никто даже не задумывается. А на самом деле все эти... Когда это все бахает, что вообще происходит с природой. Страшно. Ужас просто, у меня нет сил. Я жалю, вот который день. Просто жалко природу, реально. Возьми ты собери, пойди, не надо так, вот просто руки возьми. Нет, пожрали и пошли дальше. Просто вот... Вот реально все эти войны, это настолько опасно для окружающей среды. Эти все выбросы опасных веществ в окружающую среду. Загрязнение воздуха, воды. И это все с такими последствиями в будущем будет. Это уже глобальные проблемы. Это катастрофы. Просто все, что происходит. Сколько у нас в Украине птиц, погибло животных. Это страшно. Я молчу вообще за людей. В первую очередь нужно оценить то, что природа нам давала. Каждый должен начать с себя. А то, что вы пишете, что вы дома, это совсем другое. А то некоторые один раз я там заикнулась за природу. Типа что, за мусор точнее. А они пишут, а как вы в доме? А что мы дома? У нас дома все, мы вот. Три пакета разных. Ну да, сортируем обязательно. Хотя у нас, кстати, в доме вообще практически никто не сортирует. И у нас большинство баков черных. Ну, опять-таки, нет, ну есть, конечно, и те, кто старается сортировать. Но их единицы, на самом деле единицы. Ну, как бы мы это делаем. Я считаю, что не договорила. Позвонили. Говорю, я считаю, что так и должно быть. Все должны сортировать мусор. Я надеюсь, что когда-нибудь и до Украины это дойдет, что нужно сортировать. Хотя, по-моему, если я не ошибаюсь, на Западной Украине где-то уже сортируют. Может, я ошибаюсь, я вот не знаю, напишите. Я что-то такое слышала. Слышала такое. Я тоже за то, чтобы у нас стояли такие же автоматы по сдаче вот этих вот пластиковых бутылок. То есть заплатили фиксированную стоимость за бутылку и сдали в автомат. И вот эти крышечки, кстати, вот. Это же все правильно на самом-то деле. Как бы они там не раздражали и не бесили, к ним надо привыкнуть, и это все правильно. Ну, вы поняли, о чем я говорю? Вот. Крышка не отлетит. Видите? Крышка не отлетит. Вот так вот. Что-то климатичнее, конечно. Поэтому сочувствуем всем людям, которых как-либо это коснулось. Эти наводнения, да, этот шторм, Борис. Это очень страшно. Берегите себя. И давайте, как бы, каждый будет стараться что-то делать для природы. Старайтесь. Ко всему можно привыкнуть. Все начинается с мелочей. Но если реально на Керамис, да, вот этом, вот, все бы просто относили все в урну, то представьте, это уже было бы, ого-го, понимаете? Этот, тут, сколько, три дня Керамис, но я потом представляю, что это вообще будет. А есть, да, ну, там, мусорки тоже бросают, но они уже вот такие, знаете, мусорка уже там просто некуда складывать. Не успевают, понятно, не успевают, убирать, я имею в виду. Ну, у нас это коммунальщики, как тут, я не знаю. Дворники, ну, короче. Вот. Такое, пришли же с курсов, взошли еще брови, взяли капусту, взяли свеклу, ну, буряк. Там, мы спрашивали, что такое буряк. У нас в Украине всегда просто буряк, ну, свекла. Взяли сметану, баночку. Хлеб взяли. Что еще взяли? Воду. А, воду. Вот. Ну, короче, филеш осталось еще с прошлой закупки. Сделаем, вернее, Настя уже сделала больше. Сделаем, говорю, Настя уже сделала больше. Ну, варится, да, или уже все? Еще чуть-чуть варится? Чуть-чуть, да, крышечкой внимательно поставила. Там одна паста у нас была. Я помидорчиков добавила. Добавила, кстати? Да, надерла, надерла. А зачем? Сок томатный. Хозяин варил. Потому что таматную пасту, когда я добавляла, ее мало было. Мало. Чуть-чуть осталось, поэтому пришлось добавить помидоры. Ну, мы подумали больше, потому что его хватит, но реально дня на три точно. На три, на три древес. Таня, ну, я не люблю уже, знаешь, мне уже на третий день, я уже чувствую, что я это уже не хочу. Я люблю свежую еду. Я понимаю, но сейчас у нас такая ситуация. Да я знаю, все. Что еще хотела рассказать? А! Комментарии. Какие мы ужасные, что ничего не принесли зрительнице. Я в видео, чтобы избежать подобные комментарии и объяснить вообще, в принципе, всем, почему мы ничего не подарили. Сказала, что это было воскресенье, все закрыто, абсолютно все, кроме кирмис, кроме киосков табачных и там какие-то соки, пиво, траля-ля. Так же, это была незапланированная встреча, это просто решилось, вот, в моменте, просто в моменте решилось. Мне нам уже написали, вместо того, чтобы снимать видео с полотенцем на голове, могла бы смотаться в магазин куда-нибудь, что-нибудь, сувенир какой-то купить. Ну, они вообще не понимают. При этом мы перед человеком извинились, ну, как бы объяснили, что, конечно же, если бы все было открыто, мы бы с пустыми руками бы не встретились. Мы никогда так не поступаем. Посмотрите все в наше видео, как мы встречали гостей, какие мы столы накрывали, что столы просто ломились. Тот же, допустим, я там даже в комментариях написала, например, Новый год. Мы с Настей вдвоем самостоятельно накрыли стол, который просто ломился, там было все. Там была и икра, и красная рыба, да все там было. Просто пригласили Вику и Наташу, Вику с ребенком и просто Наташу. Просто так, безвозмездно, как вы там себе представляете, что, типа, если человек что-то подарил, в обязанность должно входить что-то взаимно подарить. В обязы, типа того. Бред. Если человек хочет сделать приятно, если человек хочет чем-то угостить, то он это делает без расчета какого-то. Без расчета, что я тоже жду, что ты мне тоже что-то дашь. Или ты меня тоже чем-то угостишь. А вы, видимо, мыслите очень меркантильно. Там написали, это какая-то игра в одни ворота. Что вы вообще, о чем вы вообще говорите? Человек, когда делает какой-то подарочек или чем-то угощает, он это делает от всей души. Без расчета на то, что получить какую-то взаимовыгоду от этого. Понимаете, о чем я? Там еще, знаешь, написали в комментариях, могли бы купить билет на аттракцион. А, я написала, мы предлагали, мы предлагали пойти покататься на аттракцион. На что наша зрительница, ну я не буду называть имя, может она не хочет. Она сказала, я не хочу, я боюсь аттракционы и есть на то свои еще причины. Все. Кофе она хотела, кофейня была закрыта. Хотели прогуляться, все. Что вообще, главное оправдываться? Человек от чистого сердца это, да, такие вот подарочки подарил, не ожидая ничего взамен. И мы бы подарили бы, если бы все было бы открыто, если бы мы заранее планировали бы эту встречу. Еще раз говорю, посмотрите, как мы, Новый год таки отпадает, да, вы поняли уже про Новый год. Просто даже кого-то, да, позвали в гости, ту же Таню, я не знаю, того же Петю. У нас вообще были, всегда все было на столе. Первое, второе и компот. Настя торт делала, креветки были, борщ был. Для Тани суши были, веганские. Специально для нее покупалось там отдельное все. Да, и поэтому мы сейчас, наверное, должны тоже так говорить, что вот я, наверное, там потратила свыше 100 евро на каждого человека, наверное. Мы должны так мыслить, ой, мы же такой стол накрыли, а нам ничего не подарили, ничего не принесли. Как это так? По-вашему, ну, это узкое мышление, так скажем. Вот, к вашему сведению, на Новый год нам никто не дал ни копейки, типа, скинуться на стол, как это обычно кто-то там делает, да, вот как бы люди обычно скидываются. Нам никто не дал ничего. Мы все сами накрыли от алкоголя до еды. Вы посмотрите, какой был стол. Просто потому, что мы хотели пригласить людей и сделать им приятно. Вот и все. И мы не ждали ничего. Это вам просто, вот вы же мыслите меркантильно, я по-вашему вам объясняю. Мы ничего взамен не получали и ничего. Потому, что мы не такие люди, как вы. Те, кто такое пишет. Те, кто ждут что-то взамен. Если, я не знаю, вы кого-то угощаете, вы ждете, что вас потом на следующий день тоже угосят? Или как? Я не знаю, ребята. Надо что-то как-то менять в жизни. Все. Голова сегодня болит, вообще не могу разговаривать. Все, ребята, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. До новых встреч, берегите себя. Пока.